МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире День недели. Меня зовут Татьяна Звержанская. Сегодня вторник, и в ближайшие полчаса мы расскажем о самых важных и интересных событиях в Уральском федеральном округе. Коротко, основные темы. Небо самолета Рощина. В Тюмени после реконструкции открыли аэропорт. Пол предпрезидента назвал его стратегическим узлом, а министр транспорта пообещал сделать всепогодным. Спасательные посты и советы врачей региону Уральского округа готовятся к крещенским купаниям. Здоровая привычка же для Свердловской области бьют рекорды по посещаемости фитнес-центров. Почему заниматься спортом стало модно, обсудим с гостем дня. И новости экономики. На какие продукты жалуются ямальцы, и когда обанкротится, станет дешевле. Тюменский аэропорт Рощина сегодня открылся. После реконструкции работы по возведению нового терминала начались в 2012 году. Пропускная способность главных воздушных ворот Тюмени увеличилась в разы. На торжественном открытии аэропорта побывал полпред Игорь Халманских, министр транспорта России и губернаторы. Из Тюмени сюжет наших корреспондентов. Реконструкция аэропорта Рощина длилась 4 года, и это рекордно короткие сроки. Строительные работы финансировали региональные бюджеты Тюменской области и Ямала. Югра помогла с закупкой оборудования. Проводить реконструкцию в действующем аэропорте всегда сложно, потому что аэропорт ни на день не останавливался, пассажиры получали услуги. Естественно, страдало качество, потому что шли ремонтные работы. Нужно было перемещать, в том числе, и международный сектор, поэтому проблем хватало. Старый аэровокзал в шутку прозвали «бутылочным горлышком». Он просто не мог принять серьезный поток пассажиров. Теперь от него не осталось и следа. Новый терминал построили с нуля. Итог. Пропускная способность в воздушной гавани увеличилась с 700 тысяч до 5 миллионов пассажиров в год. Площадь помещений выросла в пять раз. О тесноте здесь даже не будут вспоминать. Один из самых ярких примеров расширения – количество стоек регистрации. Раньше их было только шесть, а сейчас целых пятнадцать. Это означает, что даже в самые жаркие туристические сезоны здесь не будет никакой толкучки. Залы аэропорта укомплектованы по последнему слову техники, а в самолет пассажирам будет садиться удобнее. Для этого смонтировали пять телескопических трапов. Из теплого терминала пассажиры будут попадать прямо на борт самолета. «Нет необходимости одеваться лишнего или еще что-то. Смена температуры резкая, тепло, холод, холод, тепло. Поэтому это удобно». Новый аэропорт – это огромные возможности для развития авиасообщения. Свою выгоду от него получат и соседние Ямал и Югра. Их жители уже сегодня составляют немалую долю от общего пассажиропотока в Рощино. «Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы югорчане получали качественные услуги и аэропорт Рощино соответствует этим требованиям». «Здесь основная база авиакомпании Ямал. Мы продолжаем развивать нашу авиакомпанию, потому что здесь живет большое количество ямальцев, те, которые в пенсионном возрасте возвращаются на территорию Ямал-Нинского округа. Здесь учатся наши студенты». Новый авиаузел сегодня продемонстрировали федеральному министру транспорта и уральскому полпреду Игорю Халманских. «Наша авиационная отрасль получила еще один новый современный объект, который позволит ей динамично развиваться и в 2017 году». Как отметил полпред, для уральского федерального округа с его масштабными расстояниями авиация – ключевое значение. Он уверен, Рощино станет стратегическим узлом для освоения территории севера. «Чем более привлекательными для инвестора будут вот такие авиаворота, как новый современный аэропорт Рощино, тем больше инвестиций мы сможем привлечь в субъекты уральского федерального округа». Впереди у Рощино и модернизация взлетно-посадочной полосы. Так ее уже оснастили передовыми системами защиты от птиц. Уже в этом году планируется ввод новых направлений в Европу и Азию. Оттуда транзитом в любую точку земного шара. Роман Марьяненко, Вадим Шелохов. День недели. Сегодня же в Тюмени состоялась личная встреча полпреда президента Игоря Халманских и губернатора Владимира Якушева. Она стала первой в новом году. Игорь Халманских попросил главу региона подвести итоги социально-экономического развития Тюменской области за 2016 год и рассказать о планах на 2017. Владимир Якушев подчеркнул, что главной задачей для регионального правительства на 2016 год было сохранение динамики роста экономики и с этой целью регион справился. Показатели выросли на 2%. Произошел и существенный рост инвестиций в регион. Только за последние три месяца на 70%. В регионах Уральского федерального округа завершается подготовка к крещенским купаниям. Уже завтра ночью в ледяные купели окунутся тысячи верующих. Для их безопасности МЧС выставляют на водоемах спасателей, а врачи дают важные советы. Юлия Першина подробнее. На озере Шортаж в Екатеринбурге не смолкает шум пилы. Это готовят и ордане для крещенских купаний. Прорубь оборудована деревянными поручнями, глубина чуть больше метра. Спасатели измеряют толщину льда. Толщина льда 40 сантиметров составляет здесь. Но это с учетом того, что есть большое количество наледи замерзшей. Основной лед всего лишь 25 сантиметров. Из-за тонкого льда вблизи купели смогут находиться максимум 40 человек. В ночь крещенских купаний за этим будут следить спасатели и полицейские. Кургану повезло больше. Лед на реке Табол почти 60 сантиметров. Здесь ждут не менее 20 тысяч человек. Будут работать спасатели, дежурить в местах проведения купаний. Будет дежурить организован сотрудников полиции с целью обеспечения общественной безопасности. На Ямале на водоемах также кипит работа. Тем более, что синоптики обещают, в ночь на крещение погода будет относительно теплой. Везде сейчас идет резко льда. Будет установка палаток буквально накануне. Соблюдаются техники безопасности, все правила. Происшествий никогда не было. Я думаю, у нас все пройдет на высшем уровне. Крещенские купания – это традиция, которая восходит в библейской легенде о крещении Христа в реке Иордан. Принято считать, что купание в проруби способствует очищению от грехов. Правда, священнослужители напоминают, купание является таинством только для тех, кто посетил службу. Для человека, который на службе не присутствует, он дает ему утверждение о своей гордости, что я могу, вот у меня такие достижения в этом году. Возле проруби будут дежурить не от ложки. И медики рекомендуют взвесить все за и против. Купание в ледяной воде противопоказано детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Не стоит слепо верить, что ныряние в прорубь лечит все болезни. Это стресс для организма, это очень сильное воздействие. Обострение заболевания – это все-таки противопоказание к такому экстремальному холодовому воздействию. Крещенские купания начнутся уже завтра ночью. Сначала в храмах пройдут службы, затем купели осветят, и только после этого они будут открыты для всех желающих. Верующим рекомендуют хорошо себя настроить и обязательно взять термос с горячим чаем. Юлия Першина, Юрий Чернышев. День недели. Сейчас о том, что еще произошло в регионах Уральского округа. В Ирбите обрушилась крыша в жилом многоквартирном доме постройки 19 века. Здание является памятником архитектуры и находится на областном балансе. Пострадавших нет. Прокуратура начала проверку и намерена дать оценку содержания исторического объекта и установить, какие меры предпринимались по его ремонту. В большую экспедицию по отдаленным поселкам Югры отправились хантамансийские врачи. Они планируют обследовать порядка 8 тысяч человек. Передвижные медицинские комплексы оборудованы кабинетом терапевта, хирурга, стоматолога, врача лабораторной диагностики и УЗИ. Впервые к ним присоединились травматолог и невролог. Посещаемость очень высокая. Мы работаем с полной отдачей с утра до позднего вечера, до последнего пациента. Трехстороннее соглашение подписано в Курганской области между властями, профсоюзами и работодателями. Стороны договорились о поддержке местного товаропроизводителя, ликвидации серг зарплат, индексации реальной зарплаты. Также в Курганской области будут работать над тем, чтобы довести минимальный заработок до величины прожиточного минимума. Мы на себя берем обязательства не только вкладывать в экономику развития своих предприятий, а прежде всего еще и вкладываем туда, подписываясь в соглашение, мы вкладываем обязательства в том, что мы будем еще увеличивать социальные нормы. Хотел бы выразить огромную благодарность нашим профсоюзам, работодателям за конструктивный диалог. Полтора миллиарда рублей на инфраструктуру Карабаша в городе подписали договор социального партнерства между администрацией и предприятием «Карабаш-Медь». Муниципалитету предстоит ремонт, профилактория и очистка городского пруда, строительство нового жилого квартала и центральной площади. Таких изменений жители города ждали давно. Построить большой торговый комплекс, слышали потом что-то там для детей, тут еще строить собрались, бассейн. В Чеменской области начали перепись мемориалов, посвященных участникам Великой Отечественной войны. С такой инициативой выступили активисты ОНФ. Они направили запросы во все муниципалитеты, чтобы выяснить, сколько мемориалов находятся на территории области и все ли они в нормальном состоянии. Ответы приятно удивляют. Ряд муниципалитетов знает не только, кому посвящен памятник, где он находится, но и информацию, кто был инициатором строительства памятника, кто собирал деньги. В Салихарде прошли межрегиональные соревнования на Кубок Севера. Это отличная возможность проявить себя для картингистов из разных уголков автономного округа и не только. У вождения карта свои особенности. Здесь более жесткая подвеска, она намертво крепится к раме, а центр тяжести смещен ближе к задним колесам. Мы знаем, что у нас время компьютерных детей, и чтобы как-то их занять мужскими видами спорта, чтобы они могли быть мужчинами в будущем, я считаю, что это большая хорошая альтернатива. Я считаю, что это направление в нашем северном городе надо обязательно развивать. Далее короткая реклама, затем вы узнаете, почему все больше свердловчан выбирают фитнес, станет ли персональное банкротство дешевле и на какой продукт жалуются ямальцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Санаторий международного уровня. Пора в Бакирово. Санаторий юбилейный. Суперакция. Горнолыжный тур. Продолжительность от трех дней. Стоимость 2000 рублей на человека. Трехразовое питание. И каждый день четырехчасовой скидпас бесплатно. Восхитительный вкус томатов от агрофирмы Поиск. Желтое сердце, зефир в шоколаде, медовый салют. Серия семян вкуснотека. Истинное лакомство. Спрашивайте семена в магазинах вашего города. Снять напряжение, привести себя в порядок. Приглашает Курорт Ключи. Новые оздоровительные программы Wellness Spa на курс от трех до десяти дней помогут вам поддержать отличное самочувствие и здоровье. Подробности на сайте спадефисключи.ру Здравур! Скотине давай регулярно! Яйца, мясо, молоко будут постоянно! Санаторий Юматова, натуральный кумыс, кристальный воздух, мягкий климат, лечение заболеваний органов дыхания, пищеварения, нервной системы. Высокое качество, доступные цены. Игрушки под ёлкой ждали свой звёздный час. Как вдруг случилась она... Кто она? Она! Выгода на квартиры до трёхсот пятидесяти тысяч от застройщика Синара Девелопмент. И это вам не игрушки. Пансионат Надежда. Круглосуточный профессиональный уход за пожилыми и немощными людьми. Подробности по телефону в Екатеринбурге 291 40 91. Вы смотрите День недели. Сегодня вторник и мы продолжаем. Более трети жителей Свердловской области регулярно занимаются физкультурой. Положительную динамику отметили в региональном министерстве спорта. Причём всё активнее. Свердловчане посещают фитнес-центры. Анастасия Горохова продолжит тему. Жизнь на бегу для Анастасии стала нормой. Ежедневно после работы она совершает марш-бросок длиной 7 километров. Поддерживать активный ритм девушке помогает самодисциплина и чувство юмора. Есть такой анекдот. Молодой человек подходит к девушке и спрашивает. Девушка, вы чем сегодня вечером заняты? Она говорит, ничем. Он говорит, а я бы вам советовала в спортзал сходить. Пенсионеру Андрею Логунову почти 60, но он не пропускает ни одной тренировки. Называется всё. Вроде бы ничего не делаешь, но потеешь. Мокрый весь. Удовольствие получаешь просто колоссальное. Занимаются и целыми коллективами. Это волейбольная команда одного из банков. Сегодня волейбол – один из самых любимых видов спорта у средлавчан. В лидерах также футбол, баскетбол и фитнес. Последний на лидирующие позиции стал выходить относительно недавно. Он хорош тем, что доступен людям всех возрастов и в любой физической форме. Фитнесом с успехом занимаются, например, люди с ограниченными возможностями и даже будущие мамы. У них существуют определенные аспекты в каждом триместре. Своя программа, свои нагрузки. И, безусловно, беременные активно сейчас внедряются в фитнес. Несколько недель посещение спортзала улучшает растяжку, оздоравливает сердце и нервную систему, нормализует сон. Но, чтобы получить результат, нужна последовательность. Я думаю, что три раза в неделю ходить, чтобы это было все-таки систематически, допустим, в понедельник, среда, пятница, либо менять нагрузки, что, допустим, сегодня вы в зале, завтра в бассейне, в следующий день вы растягиваетесь. Где есть спрос, там и предложения. Развитием спортивной инфраструктуры все чаще стало интересоваться бизнес-сообщество. Еще 10 лет назад в городе было всего 58 фитнес-площадок, а сегодня уже 163. Это же здорово. То есть, по сути, фитнес – это вложение в свое здоровье, в свое развитие, в свою позитивную направленность к окружающему миру. То есть, это то, что делает людей лучше, как я уже проговаривал. Поэтому он и так и развивается. Он бы не развивался, если бы не было спроса. По статистике регионального министерства спорта, сегодня каждый третий житель Свердловской области ходит на стадион или в тренажерный зал. Это один из самых высоких показателей по стране. Анастасия Горохова, Роман Марьяненко, Вадим Шолохов, Юрий Чернышев. День недели. Мы двигаемся дальше. Сейчас поговорим о том, почему же фитнес стал таким популярным. У нас в студии Антон Гиренко-Катсуба, вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса России по Уральскому федеральному округу. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. По данным Министерства спорта Свердловской области, сегодня у нас в регионе 163 площадки для занятий фитнесом. Вы подтверждаете эту статистику? Это много, мало или достаточно? Это по сравнению с другими регионами много. Потому что после Москвы и Санкт-Петербурга мы занимаем лидирующую позицию среди регионов. И в этом плане вы молодцы. А на селе есть такие площадки? В маленьких городах? Есть в маленьких городах. Я не могу говорить за села, но в маленьких небольших городах, там 10-15 из жителей, достаточно неплохие оснащенные тренажерные залы присутствуют. У нас в Екатеринбурге, вот как раз про оснащение вы уже упомянули, всем ли оснащены, все ли необходимое есть, именно чтобы... Вы знаете, мы очень развитый город, и есть практически... Да нет, наверное, все направления фитнеса, которые сейчас популярны, и все новшества до нас доходят так же быстро, как до Москвы и Санкт-Петербурга. По вашему опыту, кто сейчас занимается фитнесом? Просто те люди, которые хотят сохранить хорошую физическую форму, или те, кто стремится к каким-то результатам, к каким-то высотам? Вы знаете, занимается... Смотря какие-то цели себе ставишь, наверное, конечно, большинство занимается для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Есть профессиональные спортсмены, которые выступают на соревнованиях, но таких все-таки меньшинство, но большинство людей, конечно, ходит в зал, чтобы чувствовать себя хорошо, потому что физическое здоровье сейчас все начали понимать, что это действительно то самое главное, что не купишь за деньги, и что необходимо поддерживать, чтобы потом не лечиться и не тратить большие средства на восстановление. Какие тренировки, вот фитнес-тренировки сейчас наиболее популярны? Вы знаете, есть классика и есть новомодные явления. Из классики это, конечно, занятия в тренажерном зале, в залах аэробики. Новомодные, но, наверное, сейчас находятся на пике популярности занятия по кросс-тренингу, кросс-фиту. Также до сих пор, что удивительно, модно заниматься йогой. Йога сейчас разнообразная, там в гамаках, очень много разновидностей данного направления. Поэтому, вот, собственно, наверное, вот эти два направления, да, кросс-фит и йога до сих пор популярны. Какие основные ошибки допускают те, кто только начинает заниматься фитнесом? И, может быть, вообще посоветуетесь, с чего правильно начать? Вы знаете, правильно начинать всегда с того, чтобы, придя в спортивный клуб, необходимо начать заниматься тренером. Потому что, если ты не имел никакой подготовки, да, и не знаешь, каким образом, собственно, подойти к снаряду, необходимо все-таки обратиться к специалисту и не заниматься отсебятиной. Потому что, когда ты приходишь, например, к врачу, да, именно к стоматологу, ты приходишь к специалисту, ты же сам себе зубы не лечишь, так и здесь, собственно, необходимо, в первую очередь, обратиться к специалисту. Ну, видимо, затем, когда ты будешь чувствовать, что ты уже более-менее разбираешься, наверное, можно заниматься и самостоятельно. Ну, вот лично я, например, да, уже несколько десятков лет занимаюсь в тренажерном зале, я до сих пор занимаюсь тренером. То есть, таким образом я себя пытаюсь мотивировать, не пропускать тренировки. И все-таки со стороны человека виднее, как ты выполняешь упражнения, биомеханика, движение. Поэтому все-таки начать нужно, в первую очередь, с этого. Ну, сейчас вот при каждом фитнес-центре практически есть магазины спортивного питания. Вот так ли оно необходимо? Нет, оно абсолютно необходимо, но оно помогает быстро перекусить. Если ты, например, не покушал, да, перед тренировкой, там, за полтора-два часа, то лучше выпить, например, какой-нибудь протеиновый коктейль, либо какую-нибудь углеводную смесь, для того, чтобы заниматься было комфортно и энергия была. Потому что это очень плохо, когда, особенно, девушки этим грешат, которые следят за фигурой, считают, что я лучше не поем, чем поем. Ничего подобного. Все-таки перед тренировкой, в целом, очень важно питаться постоянно, регулярно, в одно и то же время. Поэтому питание не... Спортивное питание, оно не необходимо, да? Ну, если вы будете его пить, ничего, собственно, в этом плохого нет. Вообще сейчас иметь фитнес-центр – это такой прибыльный бизнес, на ваш взгляд? И если прибыльный, то, на ваш взгляд, не завышены ли цены на абонементы у нас? Нет, цены на абонементы абсолютно не завышены. Сейчас за последние несколько лет клубов становится все больше и больше. Их стало намного больше, наверное, за последние 3-4 года в Екатеринбурге стало где-то в два раза больше. Соответственно, чем клубов больше, тем выше конкуренция, тем в определенных сегментах ниже стоимость абонемента. И сейчас, в общем-то, можно получить очень качественный фитнес за относительно небольшие деньги. Но если пересчитывать клубную карту годовую, там помечено, то это сумма тысяча-полтора рублей. В свое время была инициатива включить фитнес-занятия в школьную программу. Как вы считаете, это? Абсолютно поддерживаю. Более того, я считаю, что это абсолютно базовая вещь. И все, чем занимаются другие виды спорта, это все идет от тренировок в тренажерном зале. Это подспорье и боксерам, и легкоатлетам. Ну, вот абсолютно подходит для всех. Я занимаюсь в тренажерном зале с 13 лет, но, собственно, до 13 лет мы все в школе чем занимались? Да, там приседали, руки в стороны и так далее. То есть, конечно, это абсолютно подходит. И я был бы рад, если бы все-таки рано или поздно это произошло. Спасибо вам большое за беседу, Антон. Я напомню, мы говорили с Антоном Гиренко-Катсуба, вице-президентом Федерации бодибилдинга и фитнеса России по Уральскому федеральному округу, о том, почему же занятия фитнесом стали такими популярными. Далее у нас в эфире новости экономики. У должников появился законный повод не платить коллекторам, россиянам пообещали увеличение зарплат, и уральцы смогут дешевле улететь в ГУА из Екатеринбурга. Здравствуйте. В студии Павел Батухтин. И сейчас о новостях экономики подробнее. В Минэкономразвитии предложили удешевить процедуру банкротства для физлиц. Ведомство подготовило законопроект, который исключает участие арбитражного управляющего. Парадоксально, но сейчас признание своей несостоятельности обходится очень дорого, из-за необходимости платить юридическим посредникам. В среднем в 150 тысяч рублей. Нововведение позволит банкротиться за свой счет. А пока россияне часто избегают банкротных дел. Впрочем, и возвращать долги банкам они не спешат. В январе заемщики массово отказываются платить коллекторам. И для этого есть законный повод. 99% коллекторских агентств утратили свои полномочия. В 2016-м они должны были вступить в государственный реестр службы судебных приставов. Те, кто не сделал этого, теперь не имеют права взыскивать долги. В 2017-м году общая сумма задолженности банком должна снизиться. Минтруд пообещал россиянам рост зарплат. Об этом в интервью российской газете заявил глава Минтруда Максим Топилин. Он убежден, что увеличиваться будет не только номинальная, но и реальная заработная плата. Положительная тенденция наметилась еще в августе. Поспособствуют и президентские указы о повышении зарплат бюджетникам. А теперь к событиям в регионах. Перелеты в теплые края для уральцев станут доступнее. Бюджетная авиакомпания «Победа» начнет летать в Гуа из Екатеринбурга. Росавиация назначила лоукостер регулярным перевозчиком на данном направлении. Рейсы до популярного индийского штата в расписании Кольцова будут стоять не реже одного раза в неделю. Ямальцы жалуются на качество хлеба. Срок его свежести измеряется часами, а вкус далек от совершенства. В 2016 году Роспотребнадзор снял с производства 60 килограммов хлеба. Сегодня в окружной столице его пекут исключительно частные производители. Муниципальный хлебокомбинат закрылся 6 лет назад. Эксперты проверили очередные образцы и выявили нарушение технологии выпечки. На этом о новостях экономики все. До свидания и удачи в делах. Здравствуйте, дорогие друзья. В очередной раз я не удержался от реплики в адрес тех событий, которые происходят в нашей стране и мире. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что предложил Минюст на прошлой неделе. А предложил он ни много ни мало, на мой взгляд, революционное решение. Разрешить судебным приставам арестовывать у нас с вами единственное жилье, в котором мы с вами проживаем. Конечно, это предложение замаскировано достаточно благими намерениями по факту того, что необходимо поддерживать финансовую дисциплину в стране. Это раз. А во-вторых, забирать жилье будут все. Но после его продажи оставшиеся деньги обязательно попадают тому человеку, у которого это жилье забрано. Но здесь возникает два основных вопроса. Как обычно в нашей стране, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Мы очень много приняли в последнее время решений, поддерживающих банки в их желании закабарить все население нашей страны. Даже, казалось бы, благой закон, который обязательно должен был нам с вами помочь о банкротстве, на самом деле сделал существование лиц, которые попадают под действие этого закона, просто невыносимыми. Я уже не говорю про то, что в рамках действующего закона о банкротстве стали отменяться сделки в трехлетней давности. И в рамках этой сделки вполне может оказаться, что вы когда-то у кого-то купили квартиру, а человек становится банкротным, и после этого сделка купли-продажи этой квартиры становится незаконной, и у вас отнимает это то единственное жилье, на которое вы копили последние средства и в которое счастливо въехали. Второй момент гораздо, на мой взгляд, важнее и сложнее. Очень часто наши банки дают нам деньги, точно зная, что мы не в состоянии выдерживать те финансовые нагрузки, под которые попадаем, если становимся заемщиками. Но они на это закрывают глаза. Ну, конечно, прибыль дороже. И если теперь им разрешить забирать у нас с вами единственное жилье, то, естественно, желающих выдавать нам эти закабаляющие нас кредиты станет гораздо больше. Банки гораздо охотнее будут нас с вами кредитовать. Но мы забываем об одной и очень важной вещи, о подрастающем поколении. И для кого не секрет, что если вы собираетесь продавать жилье, а у вас есть несовершеннолетние дети, то для того, чтобы эта сделка прошла, вы обязательно должны получить согласие органов опеки. Для чего это делается? Для того, чтобы, продавая свое единственное жилье, дети, которые с вами проживают, в результате этой сделки не оказались выброшенными на улицу. И вот сегодня нас, само государство, разрешает самому себе выгонять детей наших на улицу, отбирая у нас единственное с вами жилье. Поэтому, на мой взгляд, это предложение, которое, мягко говоря, непродуманно, скорее всего, еще один небольшой такой кусочек грязи в адрес всей той системы, которая направлена, на мой взгляд, на поддержание жизни и спокойствия жителей нашей страны. В общем, посмотрим, к чему это дело все приведет. Но, мне кажется, не так уж это все и бесперспективно. Комфортное, доступное жилье в микрорайоне Пионерский, недалеко от лесопарковой зоны озера Шортаж. От надежного застройщика компании «Эфес». Строим там, где приятно жить. Телефон в Екатеринбурге. 385-91-00. Восхитительный вкус томатов от агрофирмы «Поиск». Желтое сердце, зефир в шоколаде, медовый салют. Серия семян «Вкуснотека». Истинное лакомство. Спрашивайте семена в магазинах вашего города. Здравур! Скотине давай регулярно! Яйца, мясо, молоко будут постоянно! Удивительно комфортный, уютный, целебный, очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. Комплексное лечение детей с неврологическими заболеваниями, а также ДЦП, поможет стать здоровыми. Здоровое детство. 360-60-66. За молодостью, красотой и здоровьем вас приглашает башкирский курорт Красноусольск. Уникальные лечебные грязи, целебные воды и развлечения на любой вкус. Телефон 297-47. Код города 347-40. Игрушки под ёлкой ждали свой звёздный час. Как вдруг случилась она? Кто она? Она! Выгода на квартиры до 350 тысяч от застройщика Синара Девелопмент. И это вам не игрушки. Санаторий Юматова. Натуральный кумыс, кристальный воздух, мягкий климат, лечение заболеваний органов дыхания, пищеварения, нервной системы. Высокое качество, доступные цены. Санкт-Петербург.